Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Продолжаю серии про кризисы и те кризисы, которые мы пережили, и сейчас о кризисе 2014 года. Что там было? Мы помним, что в 2014 году доллар очень резко взлетел, практически в два раза очередной раз. Можно ли было это предугадать? Ну, конечно, можно было. Давайте посмотрим, что предшествовало этому кризису. Посмотрите, вот график нефти с 1996 года, и в 1999-2000 год приходит Путин к власти, и нефть начинает достаточно быстро расти. И все говорят, что Путин вообще молодец такой, рубль укрепляется, мы избавляемся от долгов внешних, Запад уже не может на нас давить, у нас растет резервный фонд, все хорошо. В 2008 году, вот это падение нефти, это мировой финансовый кризис, который мы достаточно спокойно, в общем сказать, пережили, ну, более-менее. Вот. И с 2009 года снова нефть начинает расти. Посмотрите, 2010 год нефть растет, 2011 нефть вырастает до буквально 120 с лишним долларов, потом, значит, немножечко падает до 100. И дальше она, смотрите, 2011 она вырастает, 2012 нефть стоит на месте, 2013 нефть стоит на месте, 2014 нефть стоит на месте. То есть три года подряд нефть стоит на уровне между 100 и 120 долларами за баррель. В России все шикарно вообще, но что происходит подспудно? А подспудно происходит, американцы где-то вот здесь вот распаковали свой стратегический запас, они сказали, что можно уже, наверное, начать добывать нефть, до этого у них был запрет некий. Вот. И они начали строить свои скважины и сланцевую нефть добывать. И постепенно уровень добычи сланцевой нефти начинает расти. Это с одной стороны, а с другой стороны у нас, в общем-то, новые месторождения уже, ну, не особо вводятся. Мы все в эйфории, у нас и так все хорошо. Что начинает происходить дальше? Вот здесь вот уже, ну, вот добыча сланцевой нефти растет, 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 и уже так тук-тук-тук, ребята, вы так это самое задумаетесь. Вот. Ну, наши говорят, ничего страшного не происходит, все шикарно. И что происходит с людьми, вот, ну, что делают язычники, когда у них есть какие-то проблемы? Ну, например, там, неурожай или еще что-то. Они идут к шаману и говорят, дорогой шаман, надо помочь. И шаман начинает делать что? Танцы с бубном для того, чтобы войти в ажиотаж и вызвать дождь. Он, значит, такой пляшет вокруг костра и говорит, Ничего не произойдет, нефть не может опуститься, нефть никогда не опустится, нефть не опустится. Я знаю, я взываю, нефть не должна опуститься. Сланцевая нефть нас не победит. Все будет хорошо. Ну, кто выступает? Ну, выступают разные министры. Это же не просто так. Это же, если вы вспомните, кто там был? Улюкаев, например, я помню, вроде бы Сечина отметился. Нефть сланцевая начинает все равно расти. И она начинает, в смысле, добыча сланцевой нефти начинает расти. И начинает падать цены на нефть. И наши говорят, танцы с бубном продолжаются такие, ниже чем 96 она не опустится. Ну, минимум 90, а потом будет отскок. Что происходит с нефтью? А нефть опускается, смотрите, вот она опускается и идет вниз. Понимаете? А наши говорят, блин, 80, и все, это минимум будет. Вот. Танцы с бубном продолжаются. Минимум 80, а нефть продолжает падать. А дальше говорят, что, ребята, не может, сланцевая нефть стоит ниже, чем там, у нее себестоимость 60, а у нас 25. Мы всех утрем носы, но нефть падает ниже 60. И что может произойти с долларом? А доллар в это время, ну, так сказать, вот пока сланцевая нефть нарастает, у нас уже, так сказать, там это самое поджаривается все. Но мы не обращаем внимания. И самое печальное, что вот эти вот танцы с бубном устраивают не просто какие-то шаманы, а устраивают министры, которые идут к Путину и докладывают ему. Они говорят, Владимир Владимирович, все хорошо, справимся. И он такой, ну, раз люди говорят, он же доверчивый. Вот. Раз министры говорят, наверное, они в этом разбираются. Что происходит дальше с рублем? Вот, посмотрите, 2014 год, и начиная с середины 2014 года нефть начинает падать. Она перестает расти уже давно, она уже там три года не растет. Доллар в это время стабильный, рубль стабильный. Вот. И нефть начинает таки падать. Давайте посмотрим, что происходит с доллар-рубль графиком. Вот я вывел два графика одновременно. Вот здесь вот проявляется у нас доллар-рублю в том же масштабе я вывел. Посмотрите, нефть начинает падать, рубль начинает расти. Ну, было вот прямо вот очевидно все, что как только начнет нефть падать, будет рубль расти. Никуда он, в смысле, доллар расти, рубль падать. Никуда он не денется. И смотрите, мы уже привыкли вот здесь вот, да, что рубль стабильный, что вообще люди уже перестали обращать внимание на курс доллара. Мы уже решили почему-то, что все наши проблемы вот эти с гиперинфляцией позади. Доллар уже не растет, уже не надо покупать доллары. Уже только в рублях. И наши в эйфории, опять же, танцы с бубном говорят, что люди, рубль, самая стабильная валюта, ничего с ней не будет. Мы отвязались от нефти. Ну, вот они вот два графика. Посмотрите, вот это нефть, а вот это доллар к рублю. То есть, чем выше доллар к рублю, тем ниже падает доллар. Можно это было предусмотреть? Ну, конечно, можно. Я в начале 2014 года, в конце 2013 года, я все перевел в доллары снова, потому что по максимуму, ну, все уже. Ну, мне было, в общем, довольно понятно. Я читал новости, я читал эти танцы с бубном, и что-то я в них не верил. И чем больше правительство начинает кричать о стабильности рубля, друзья мои, это сигнал к тому, что что-то не в порядке, если они начали вдруг говорить о стабильности рубля, и что рубль самая стабильная в мире. Значит, делайте точно наоборот, и вы будете в шоколаде, потому что они-то уж точно делали все наоборот. Они как раз все, что могли, выводили за рубеж на обшорные счета, либо в зарубежную недвижимость. Вот что произошло в 2014 году, достаточно ожидаемое. Смотрите, вот она вот, это примерно середина 2014 года, вот вы видите, и сейчас, смотрите, так, сейчас я попробую вот так, да, вот здесь вот 2014 год, середина июль-август. Ну, в августе стабильно доллар немножечко должен подрастать, а до этого он даже упал немножечко, а тут доллар начал подрастать. Ну, август, ну что вы хотите? Вот, сколько там стоил доллар? Ну, 32, здесь 27 рублей где-то там, ну, 32 где-то, и он подрастает там, ну, 32-34. Население не обращает внимания, ну, подумаешь, там, ну, немножечко вырос, какие проблемы? 34, потом доллар начинает 36, и такие все, так, а что это происходит-то вообще? Вот, что-то как-то вот нам не очень нравится это дело. И народ говорит, надо было брать все-таки, наверное, доллары, но сейчас-то уже поздно, потому что вот он уже вырос, он уже 36, уже поздно. Теперь он сейчас опустится. Если бы мы взяли, мы бы взяли на 2 рубля дешевле, а он не 36, а 38, а потом 40. И вот постепенно вот так вот, каждый день уже, если только что вот месяц назад никто не интересовался курсом доллара, то тут уже все разговоры только о долларе. Потом, значит, вот здесь вот уже ноябрь месяц, когда уже взлетает там до 50 рублей, 56 рублей, все вот такие вот. Вот, потом, значит, когда вырастает до 60, там, 70 рублей, доллар вырастает, и самый апогей, когда люди садятся на маршрутку, и вы знаете, какой курс доллара, а вы знаете, сколько сейчас выстраиваются очереди. Когда доллар стоит уже 70 рублей за доллар, 80, уже возле лифта люди встречаются, и единственная новость, которая их беспокоит, это курс доллара. Вот, и вот с такими выпученными глазами самые осведомленные, как всегда, бабушки у нас, они говорят, вы знаете, а Димур рассказал, что доллар будет стоить уже в январе. Нет, в феврале, значит, будет, в январе будет 150, в феврале 200. Бегом покупать. И это был кошмар. Вот, но что я здесь делал? Я, честно говоря, ну да, и, значит, там, по-моему, 19 декабря, там, сказать, воскресенье поздно вечером, он набиольно собирает заседание Центробанка в спешном порядке в воскресенье поздно вечером и резко повышает учетную ставку с 7% годовых до 18, в три раза, вот, почти. И, соответственно, деньги зажимает конкретно, перестает давать деньги в кредит банкам, у банков резко не хватает наличности, люди бегут, а денег нет. Вот, и, соответственно, это охолонило немножечко пыл, но нефть-то, как бы, никуда не делась, она, вот, она, то есть, на этом уровне устаканилась слегка, потом снова поднялась. 75 рублей за доллар было в конце 2016 года. В 2014 году, 2014 год закончился, 70 рублей за доллар. Можно было это предвидеть? Можно было предвидеть. Что делал я? Ну, я повторяю, у меня уже все деньги были в валюте, тогда я уже на бирже, в общем-то, торговал, и, ну, собственно говоря, сильно я не заработал. Я с плечом не работал тогда, и просто они у меня лежали в долларах. Я единственное, что помню, насколько я помню, я чуть ли не каждый день ездил в Москву снимать наличные доллары, ну, потому что я покупал там для своих друзей и знакомых, которые там опоздали. Вот, ну, как бы, я с этого ничего не имел, в общем-то, вот, а что я сделал, ну, в последний момент у меня было прямо вот вообще вот с рублями такая полная безнадега была, денег нету, вот, все в долларах, вообще все так зажал, вот. Вот, и в самый-самый последний момент, я так думаю, ну, наверное, надо снять немножечко, вот, продать валюту немножечко, и я пошел, все-таки я буквально в последний день, вот, буквально вот перед этим вот скачком, там, как сейчас помню, 80, я просто в банкомате пошел и с долларовой карточки снял рубли, вот, снял сколько там, 800 долларов, по-моему, нет, евро у меня, у меня евровая карточка была, вот, 750, 750 евро я снял, ну, в рубли, так сказать, как бы, банкомат у нас в рублях вот дает, то есть просто я беру валютную карточку, вставляю евровую и говорю, так сказать, дайте мне, соответственно, вот такую сумму. Эту сумму я снял, в общем, и буквально на следующий день или через день состоялось вот это заседание Центробанка. На пике паники надо было сделать, я сделал, единственное, что я жалею, что я не сделал это с плечом, во-первых, а во-вторых, ну, сумма-то маленькая, смотрите, мораль какая. Если вы хотите заработать на резких колебаниях рынка, то есть вы смотрите и вы видите, вот оно, в два раза можно увеличить свой там, ну, или хотя бы на 30-40 процентов вы можете увеличить свой депозит буквально там за неделю-две. Это бывает такое, случается. И смотрите, если у вас на депозите, скажем, 10 тысяч рублей, и вы за две недели сделали на этих 10 тысяч рублей 30 процентов, вы получите 3 тысячи рублей. А теперь смотрите, второй вариант, вот, просто информация к размышлению. Смотрите, у вас не 10 тысяч рублей, а 10 миллионов рублей, и вы делаете то же самое, и ваш депозит увеличится на 30 процентов, то есть на 3 миллиона рублей. Размер имеет значение, согласны? Поэтому, как нужно готовиться к грядущим, скажем, потрясениям на рынке? Первое, открыть брокерский счет. Второе, положить на него денег. Если вы положите 10 тысяч рублей, то вы заработаете от 10 тысяч рублей, там, 30 процентов, например. От 100 тысяч рублей уже немножечко больше. От миллиона побольше, от 10 миллионов еще больше. Понятно? Поэтому, чем больше мы с вами положим на брокерский счет, и будем готовы вот к этим потрясениям, то есть мы держим руку на пульсе и смотрим на танцы с бубнами, которые исполняют наши ребята такие, ара! Пусть танцуют с бубнами. А мы будем за этим наблюдать и смотреть, что же нам делать. И делать надо ровно наоборот. Если выступает уже премьер-министр и говорит, что Россия останется островком спокойствия, и рубль будет стабильной валютой, и что мы вообще, значит, доллар запретят к хождению, ну, ребята, прозрачный сигнал к покупке доллара быть не может. То есть это премьер-министр говорит вам, что вот оно, ребята, настало, настало. Когда он говорит, только в рублях держите свои сбережения, все, бегите и покупайте доллары. Ну, вот такие мои воспоминания о 2014 году, который в результате резкого падения цен на нефть рубль упал примерно настолько же. Что будет сейчас? Вот сейчас все говорят об ожиданиях. Ну, наверное, об этом я попробую рассказать в ближайших видео, поэтому оставайтесь, пожалуйста, на моем канале, порекомендуйте его другим, поделитесь этим видео, поставьте лайк и до встречи. С вами был Демитров Юрий. С вами был Демитров Юрий.